Здравствуйте, друзья! В этом видео мы рассмотрим модель ZIL-117. Модель была выпущена в советское время, и данная модель, она в довольно плачевном состоянии. Я ее купил на аукционе. У меня еще одна есть модель, такого же ZIL-1, которая в более хорошем состоянии. И в дальнейшем я сделаю видео, обзор той модели. Но вернемся к этой модели. И в целом модель очень хорошо выполнена, даже по современным меркам. И если учесть, что эта модель была выпущена в 80-х годах, то можно сказать, что качество ее изготовления очень на хорошем уровне. Но немножко неаккуратная сборка. И у меня вот вторая модель, она более аккуратно собрана, нежели эта машина. Но тем не менее. На данной машине отсутствуют некоторые кузовные элементы, такие как значок на капоте. И когда я купил эту модель, у нее не было боковых поворотников. Поэтому мне пришлось сделать имитацию поворотников из пластика прозрачного цвета. Не очень аккуратно получилось, но хотя бы хоть что-то было. Данная модель имеет отдельные передние фары. Они изготовлены из прозрачного пластика. Бампер отлит вместе с решеткой радиатора. Он сделан хромированным. У модели имеются молдинги по кузову. Они также сделаны отдельными деталями. Данная модель имеет открывающиеся двери. Попробуем их открыть. И что самое интересное, данная модель сделана с поднятыми стеклами. Что весьма необычно. И мало кто из производителей делает такое. Но вот на данном зиле это есть. И у машины серый, неокрашенный салон. Но он хорошо проработан. Особенно для того времени. У модели также открывается багажник. В багажнике есть запасное колесо. И внутренняя часть крышки багажника на ней имеется, если посмотрите, ребра жесткости, как у настоящего автомобиля. Что также придает реалистичность данной модели. В модели открывается капот. Имеется имитация двигателя. Радиатор охлаждения изготовлен из металла. Сам блок двигателя изготовлен из пластика. И сверху еще имеется имитация воздушного фильтра. На капоте также с внутренней стороны имеется ребра жесткости. Модель имеет очень хорошо проработанные колеса. Как колесные диски, так и сама покрышка. И что мне нравится на данной модели, как и на моделях шабок, у нее подвеска сделана таким образом, что при нажатии машина пружинит. И в принципе, как и настоящий автомобиль. Вы нажимаете, у нее колеса не фиксированы, а они играют. Машина имеет металлическое днище. И на нем сделана рама отдельной деталью из пластика. И на днище вы видите название машины. Сделано в СССР. Написано русскими буквами и на английском языке. Такие модели еще есть номерные, но вот моя модель данная не является номерной серией. Спасибо за внимание. Это был обзор модели ZIL. И увидимся в следующем видео. Продолжение следует...